Владимир Ильич Ленин Владимир Ильич Ульянов-Ленин родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске на Волге. В этом доме Володя Ульянов провел детство и юность. В нижнем этаже помещался кабинет отца. Илья Николаевич Ульянов был директором народных училищ. Здесь Ленин еще мальчиком слышал рассказы о русских просветителях Белинском, Добролюбове, Чернышевском. Мать Ленина, Мария Александровна, человек удивительной душевной силы, одна из самых образованных женщин того времени. В этих комнатах она занималась с детьми, учила их музыке, читала им книги, раскрывающие правду о жизни народа. Вечерами вся семья собиралась в столовой, появлялся из кабинета отец, приходили друзья. И часто здесь шли горячие споры о нуждах, о судьбах простых русских людей. Наверху была комната старшего брата, Александра. Студент-естественник, он рано вошел в ряды народовольцев. Все дети Ульяновых стали революционерами. Александр. Анна. Мария. Дмитрий. Рядом с лестничной площадкой была комната Володи Ульянова. Здесь он занимался. Здесь он читал книги, которые давал ему Александр. Юные свои годы Ленин провел на берегах великой русской реки, вольнолюбивой, мятежной. Над просторами Волги еще звучали угрюмые бурлатские песни. Не умирала молва о крестьянских восстаниях Разина и Пугачева. Весной 1887 года большое горе постигло семью Ульяновых. За подготовку покушения на жизнь царя был заключен в Шлиссельбург и приговорен к смертной казни Александр Ульянов. В этой комнате Володя Ульянов, ученик 8 класса гимназии, узнал о том, что смертный приговор брату приведен в исполнение. Уже тогда 17-летний Ленин нашел в себе силы сказать «Нет, мы пойдем не таким путем, не таким путем надо идти». В творениях революционной науки новая великая сила открывалась ему. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Так кончилась юность Ленина. В этот год он навсегда покинул Симбирск. После казни Александра семья Ульяновых поселилась в Казани. Владимир Ильич поступил на юридический факультет Казанского университета и с первых же дней установил связь с революционными кружками. А четыре месяца спустя за участие в студенческих волнениях Ленин был арестован и заключен в эту тюрьму. «Что вы бунтуете, молодой человек? Ведь перед вами стена!» Сказал пристав, сопровождавший его в тюрьму. «Стена да гнилая. Ткни и развалится!» Ответил юный Ленин. Ленин уже не смог вернуться в университет. «Уж этот не брат ли того Ульянова? Ведь тоже из Симбирской гимназии!» Написал царский чиновник. И началась для Владимира Ильича пора самостоятельной деятельности. В годы жизни на Волге молодой Ленин беспристрастным языком цифр разоблачал лживую легенду народников о единой крестьянской общине. В первых своих работах он показал, как молот капитализма раскалывает деревню на два враждующих мира мир богатеев и мир бедняков. В разоренной деревенской бедноте уже нечего было продавать, кроме своих рабочих рук. Измученные нищетой массы крестьянства бросали свои черные хаты, уходили от бессемелья, от каторжного труда в кулацких хозяйствах. По многим дорогам и рекам скитались переселенцы. Крестьянин-бедняк становился рабочим. Деревня стала рынком дешевой рабочей силы для российских заводов и фабрик. Ленин доказывал, что Россия вступила на путь капиталистического развития, что в недрах старого общества рождается новая могучая сила – рабочий класс. В них, в этих людях, видел Ленин будущее, знал, что они станут могильщиками самодержавия и буржуазного строя. В условиях русской действительности Ленин продолжал и творчески развивал учения Маркса о том, что из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Горбом своим, потом и кровью он добывает прибыль хищникам молодого русского капитала. Живой человек становится частью машины и своим телом прочищает забитую нефтяную скважину. Русский промышленный капитал быстро развивался, но одновременно рос и пролетариат – носитель революции. Санкт-Петербург – столица Российской империи. Резиденция царей и вельможного дворянства. Чугунная императорская Россия. Но был и другой Петербург – настороженный, угрюмый. Город фабричных окраин, черных и дымных цехов за Нарвской заставой и в гавани. Ленину было 23 года, когда он приехал в Петербург. Здесь он жил, скрывая свою деятельность от полиции. Здесь, среди питерских пролетариев, он вел революционную работу. Первым в истории пролетарской борьбы в России Ленин соединил идеи научного социализма с разраставшимся рабочим движением, начертал путь борьбы рабочего класса в союзе с крестьянством. Ленин просто и ясно разъяснял учения Маркса в рабочих кружках. Его учениками были передовые рабочие революционеры – Бабушкин, Шелгунов и многие другие. На питерских заводах из рук в руки передавались тогда ленинские листошки. Знаменитая брошюра «Объяснение закона о штрафах». Обращение к рабочим и работницам фабрики Торнтона. Объединив марксистские рабочие кружки Петербурга, Ленин создал союз борьбы за освобождение рабочего класса, первый зачаток пролетарской революционной партии в России. В ночь на 9 декабря 1895 года Владимир Ильич был арестован. Более 14 месяцев пробыл он в этой петербургской тюрьме. Каменный тюремный мешок не мог задушить пламя ленинской мысли. Здесь Ленин писал проект и объяснение программы социал-демократической партии. Свои статьи Ленин писал между строк журналов и книг. Текст, написанный молоком, проявлялся на огне. Чернильницы для молока Владимир Ильич делал из хлебного мякиша и съедал их при появлении надзирателей. Сегодня съел шесть чернильниц, шутливо писал он родным. В тюрьме Ленин начал работу над своей знаменитой книгой «Развитие капитализма в России». По делу союза борьбы Ленин был сослан в Восточную Сибирь. «Шестьсот верст от ближайшей железной дороги». «Я в первое время своей ссылки решил даже не брать в руки карты европейской России и Европы. Такая бывала горечь возьмет», писал Ленин сестре Марии Ильинишне. «Дикая, непробудная глушь». «Село Шушенское Минусинского округа». «Здесь, в крестьянской избе, жил Ленин». «Главное убранство ее, как всегда у Ленина, книги». «Свыше тридцати работ написал Владимир Ильич в ссылке». «Здесь он закончил свой труд развития капитализма в России, завершивший идейный разгром народничества». В Сибири у Ленина окончательно созрел план создания боевой революционной партии, ее организующего центра, общерусской марксистской газеты. Его голос, звучавший из далекой Сибири, призывал к борьбе против экономистов, против международного оппортунизма, против искажений теории Маркса и Энгельса. После ссылки Ленину было запрещено пребывание в столичных и промышленных городах. Он поселился в Сосковье. Подготовляя организацию боевой партийной газеты, Ленин выезжал отсюда в Нижний Новгород, в Ригу, в Петербург, где он связывался с местными революционными организациями. Уже тогда агенты полиции почувствовали в Ленине выдающегося вождя рабочего класса. Они доносили, хорошо бы накрыть собрание социал-демократов, и так как роль Ульянова и других вполне выяснена, то срезать эту голову с революционного тела было бы желательно поскорее, ведь крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого. Подготовив в России базу для издания газеты, Ленин выехал за границу. В конце 900-го года начала издаваться газета «Искра». «Ленинская «Искра» стала центром подготовки боевой марксистской революционной партии. «Дайте нам организации революционеров, и мы перевернем Россию», – писал Ленин в те годы. Ленин редактировал «Искру», собирал и воспитывал партийные кадры, создавая партию с единой волей и железной дисциплиной. «Искра» звала русский пролетариат к революционному действию. Рабочие писали в «Искру», «Как все верно сказано, как до всего дойдено, теперь просто учи, как в бой идти, как в бою воевать». «Искра» опечаталась сначала в Мюнхене, затем в Лондоне и в Женеве. Ее нелегально переправляли в Россию по суше и морским путем. Из «Искры» разгоралось пламя. Сторонники Ленина повсюду собирали силы, объединялись для борьбы за революционный марксизм. На Втором съезде Российской социал-демократической рабочей партии в июле 1993 года была принята революционная программа борьбы за диктатуру пролетариата. Этот съезд явился поворотным пунктом в мировом рабочем движении. Он положил начало революционной партии нового типа. Ленинцы, получившие на съезде большинство голосов, с тех пор стали называться большевиками. Надвигалась первая русская революция. Ленин считал, что поражение царской России в войне с Японией ускорит приближение революционных бурьев. 9 января 1905 года народ пошел с петицией к царскому дворцу. Безоружные люди были расстреляны по приказу Николая II. Народ понял, что только в революционной борьбе можно добиться победы над царизмом. Рабочие вышли на улицы с лозунгом «Долой самодержавие». В июне вспыхнуло восстание на броненосце Потемкин. Это было первое массовое революционное выступление во флоте, и Ленин придавал ему огромное значение. Царское правительство беспощадно расправилось с народом, поддержавшим матросов. К осени 1905 года революционная буря охватила всю страну. Войска, полиция, все было мобилизовано царской властью. Большевики звали народ к вооруженному восстанию и разъясняли его неизбежность. «Основывайте тотчас боевые дружины везде и повсюду. Вооружайтесь, чем можете. Работайте изо всех сил», – призывал Ленин. Ряде городов были созданы боевые рабочие дружины. Снова появились баррикады. По всей России проходила волна крестьянских восстаний. Большевики призывали крестьян к захвату помещичьих земель к активной поддержке пролетариата. Ленин придавал огромное значение революционным выступлениям крестьян как союзника рабочего класса. В декабре 1995 года в городе Томирфорсе в этом доме состоялась конференция большевиков. По предложению Ленина конференция спешно закончила свою работу и делегаты разъехались по городам и селам России, чтобы принять личное участие в начавшемся восстании. В декабре вспыхнуло вооруженное восстание в Москве. Царское правительство перебросило из Петербурга в Москву гвардейские полки. Центром восстания, его главной крепостью, стала рабочая прессия. Еще никогда схватка восставшего народа с таризмом не была такой ожесточенной. Царский министр Трепов приказал патронов не жалеть. С бесчеловечной жестокостью восстание было подавлено. Кровавая рука палача-самодержца уничтожила жалкое подобие свобод, обещанных в царском манифесте народу. В мае 1906 года Ленин выступил в Петербурге на массовом митинге в Народном доме. Он выступил под фамилией Карпова, но рабочие Питера узнали своего вождя. Революция потерпела поражение, но Ленин считал одним из важнейших завоеваний этой революции рождение первых советов рабочих депутатов. Ленин позднее назвал революцию 1095 года генеральной репетицией социалистической революции. По всей России раздавался звон кандалов. Каторжные тюрьмы, крепости, места ссылок были переполнены революционерами. Мятежные матросы их загоняют в арестантские вагоны. Сверепствовал террор. Партия ушла в подполье собирать силы для новой борьбы. Большевистский центр принял решение о переезде Ленина за границу. С опасностью для жизни Владимир Ильич перешел границу по льду Финского залива. Париж. В те годы центр русской политической эмиграции. Здесь в период своей второй эмиграции Ленин провел несколько лет. Был у Владимира Ильича свой любимый Париж. Город коммунаров 1871 года. Город рабочих окраин. В этом доме жил Ленин. Здесь он вел упорную борьбу против оппортунистов, предателей революционного дела, троцкистов, меньшевистских ликвидаторов партии. Отсюда Ленин руководил подпольными большевистскими организациями в России. Летом 1911 года в парижском предместе Лен-Жемо под руководством Ленина была организована партийная школа для русских рабочих большевиков. В этой мастерской он читал лекции, воспитывал партийные кадры. Прага. В январе 1912 года здесь состоялась под руководством Ленина шестая партийная конференция, изгнавшая меньшевиков из партии и положившая тем самым начало окончательному оформлению большевиков самостоятельную партию. Решающий роль в подготовке большевистской партии сыграли труды Ленина. Что делать, это была идеологическая подготовка партии нового типа. Шаг вперед, два шага назад организационная подготовка такой партии. Две тактики социал-демократии политическая подготовка такой партии. Материализм и эмпириокритицизм теоретическая подготовка такой партии. В 1912 году по инициативе петербургских рабочих начала издаваться «Правда» ежедневная легальная большевистская газета. «Правда» была создана в обстановке нового революционного подъема. Ленский расстрел явился поводом к переходу революционного настроения масс в революционный подъем масс, говорил тогда Ленин. Почти ежедневно Ленин писал правду. Царское правительство восемь раз закрывало правду. Она продолжала выходить под другими названиями, но для рабочих она всегда оставалась правдой. После Пражской конференции Ленин поселился в Кракове. В конце 1912 года здесь состоялось совещание ЦК с партийными работниками. Осенью 1913 года в местечке Поронина близ Кракова состоялось второе совещание, на котором Ленин выступил с отчетом о деятельности ЦК и докладом по национальному вопросу. Империалисты Европы лихорадочно готовились в войне. Германия. Мильгельм II. Здесь марширует не только армия. Австрия. Франц и Осип. Франция. Ванкаре. Бриан с генералитетом. Россия. Россия. Николай II. Империалистическая война, неизбежность которой предвидел Ленин, разразилась. Это Петербург в дни объявления войны. Европу захлестнул шовинистический угар. Социал-шовинисты всех мастей предали дело пролетариата. Они голосовали вот за это. как сíamos. Ад Привет. Адре. У buenas. chose. Вдруг. Dü Rhode. Нового. ... С euchи! Сοι bagне всего в этот 聖牛 Payne. Ух aprendняк. Ух... Отсиемель culprit. И только партия большевиков по главе с Лениным мужественно повела борьбу за превращение империалистической войны в войну гражданскую за свержение власти империалистов в России. Ленин разоблачал чудовищный грабительский характер кровавой мясорубки. В трудах, написанных в годы войны, Ленин доказал, что, возможно, победа социализма первоначально в немногих или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. Это было величайшим открытием эпохи. Ленин говорил, нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией. Гениальное ленинское предвидение сбылось. Фронт империализма был прорван. В феврале 1917 года распалась и рухнула империя Романова. Все всколыхнулось в России. Все сдвинулось с места. Все плавилось и кипело, словно в гигантском котле. Вышло из берегов и разливом демонстраций затопило города, бурное человеческое море, радостное и гневное. Революцию совершил пролетариат, сказал Ленин. Он проявил героизм. Он проливал кровь. Он увлек за собой самые широкие массы трудящегося и беднейшего населения. Но Ленин предупреждал, что это еще не полная победа революции. За спиной трудового народа готовилось величайшее предательство. На плечах этих рабочих и крестьян в солдатских шинелях поднималась к власти буржуазия, поддерживаемая эсерами и меньшевиками. Петербургская биржа. Поднятием акции она голосовала за министров-капиталистов за продолжение империалистической бойни. Перед отправкой на фронт Временное правительство сгоняло солдат на молебни, чтобы снова сделать их пушечным мясом. Но русский солдат не хотел проливать кровь за интересы Пуэнкаре и Лой Джорджии. Русский солдат шел с революционным народом. Прямо с поезда Ленин вышел на площадь к народу и, поднявшись на броневик, бросил в массы слова. Да здравствует социалистическая революция! Это набросок знаменитых апрельских тезисов Ленина. Программа партии на новом этапе. Не парламентарная республика, а республика советов рабочих, батратских, крестьянских и солдатских депутатов. Тезисы Ленина помогли партии одним взмахом выйти на новую дорогу. Апрельская конференция большевиков приняла этот план перехода от революции буржуазно-демократической к революции социалистической. Большевики-агитаторы несли слово Ленина в массы. День ото дня росло влияние партии большевиков. Штаб партии, бывший дворец Пшесинской. С полкона этого дворца Ленин обращался с речами к народу и люди вспоминали потом. Казалось, все то, что было в рабочем, заговорило одним голосом Ильича. 3 и 4 июля петербургские рабочие солдаты стихийно вышли на улицы с требованием передать всю власть Совета. Избегая преждевременного вооруженного выступления, большевики придали демонстрации мирный характер. Так ответило народу Временное правительство. По приказу министров-капиталистов. Министров-меньшевиков. Министров-эсеров. Контрреволюция обрушилась на большевистскую партию, разгромила помещение ее Центрального комитета. С часу на час Ленин мог быть арестован и предан суду буржуазии. Но партия укрыла Ильича. Сбрив бороду и усы, он скрывался на пустынных берегах озера Разлив, под Петроградом, а затем в Финляндии. Из-под поля Ленин руководил работой 6-го съезда партии, нацеливая партию на вооруженное восстание. Здесь, в Разливе, Владимир Ильич писал свою гениальную книгу «Государство и революция». Открывшееся в Москве государственное совещание совершило переход Временного правительства на путь контрреволюционного террора. Керенский грозил железом и кровью подавить всякое революционное движение. Генерал Корнилов, организатор контрреволюционного заговора, требовал введения смертной казни не только на фронте, но и в тылу. Буржуазия вооружалась, но вооружался и революционный народ. Воинские части Питера одна за другой присоединялись к большевикам. Под руководством большевиков заговор Корнилова был разгромлен народом. Солдаты на фронте братались с такими же пролетариями из немецких окопов. Русский солдат не хотел воевать. Тысячи писем шли с фронта в те дни. Довольно нашей крови, довольно наших слез, довольно. Долго терпели. Бросаем фронт, писали солдаты. Идем воевать с купцами и буржуями, с теми, кто набивает карманы нашей кровью и царствует. Сила у нас. 10 октября в этом доме состоялось историческое заседание Центрального комитета, на котором, вопреки сопротивлению Зиновьева и Каменева, было принято решение о вооруженном восстании. 16 октября на заседании ЦК был избран партийный центр по руководству восстанием, в который вошли товарищи Свердлов, Сдзержинский, Бубнов, Урицкий. Деятельность этого центра повседневно направлял Владимир Ильич Ленин. Каменев и Зиновьев выдали врагам решение партии. Это была измена, и Ленин заклеймил предателей. В канун восстания Ленин писал, «Теперь все висит на волоске. Ни в коем случае не оставлять власть в руках Керенского и компании до 25-го. Ни коим образом. Решать дело сегодня, применно, вечером или ночью. Промедление в выступлении смерти подобно». Смольный. Отсюда Владимир Ильич руководил всем ходом восстания. Ленин был гениальным стратегом революции. Ход исторических событий он распознавал вживой, бесконечно разнообразной деятельности миллионных масс народа и всегда предвидел момент наивысшего подъема революционной волны. Бил последний час старого строя. Выстрел с крейсера «Аврора» возвестил начало новой эры в истории человечества. «Аврора» 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 25-го октября с трибуны экстренного заседания Петроградского совета прозвучали ленинские слова «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась». В этой комнате в Смольном жил и работал председатель совнаркома первого в мире государства трудящихся. Здесь им были подписаны первые декреты советской власти. Декрет о мире, декрет о земле. Сюда в штаб октября приходили к Владимиру Ильичу первые ходоки-крестьяне из дальних краев России. На полях Европы еще шла кровопролитная бойня, а в России партия большевиков, придя к власти, смело и решительно заявила «Мир». Вооруженная борьба против Советской Республики началась с первых дней ее существования. Немцы на Украине, белогвардейцы всех мастей. Вдохновителем антисоветской интервенции был Черчилль. Англичане, американцы, французы, японцы, 14 государств двинулись с походом на молодую Советскую Республику. В этой тяжелой обстановке Ленин начал свою грандиозную деятельность по организации Советского Государства. В марте 1918 года правительство переехало в Москву. В этом кабинете в Кремле шесть лет проработал Ленин, основатель и руководитель Советского Государства, вождь международного рабочего движения. Прежде всего нужно было организовать отпор врагам, создать свою Советскую Армию. Ленин был организатором и вдохновителем рабочей крестьянской Красной Армии. Музыка Одновременно в обстановке жестокой блокады приходилось налаживать разрушенное империалистической войной хозяйство страны. Ленин вдохновлял народ на трудовые подвиги. Он видел в этих первых субботниках зародыш будущего коммунистического отношения к труду. Неслыханные трудности сопровождали первые шаги Красной Армии. Не хватало вооружения, обмундирования, не хватало командиров. Народ выдвигал их из своей среды. Это была действительно армия народа. И Ленин всегда был с этой армией. Без партии, железной и закаленной в борьбе, неустанно повторял Ленин. Без партии, умеющей следить за настроением масс и влиять на него, успешно вести такую борьбу невозможно. В своей кипучей деятельности Владимир Ильич находил время быть бесконечно внимательным каждому человеку, даже в мелочах. Товарищу Симашке. Николай Александрович. У меня сидит товарищ Иван Афанасьевич Чекунов. Очень интересный трудовой крестьянин. По-своему пропагандирующий основу коммунизма. Он потерял очки, заплатив за дрянь 15 тысяч рублей. Нельзя ли помочь ему достать хорошие очки? Очень прошу помочь и попросить секретаря вашего сообщить мне, удалось ли ваш Ленин. Ленин был добр и отзывчив. И в то же время беспощаден, когда дело касалось интересов государства трудящихся. Здоровецкому исполкому 19 августа 1918 года необходимо соединить беспощадное подавление кулацкого лево-эсеровского восстания с конфискацией всего хлеба у кулаков и с образцовой очисткой излишков хлеба полностью, с раздачей бедноте в части хлеба даром. Телеграфируйте исполнение. Ленин. В союз рабочего класса и крестьянства Ленин считал высшим принципом диктатуры пролетариата. И лучшие сыны большевистской партии несли слова Ленина в крестьянские массы. Михаил Иванович Калинин особенно умел доносить ленинские идеи до сознания самых простых людей деревни. Столь же неутомимым пропагандистом и организатором был верный ленинец, первый председатель в ЦИК Яков Михайлович Свердлов. Вячеслав Михайлович Молотов, Надежда Константиновна Крупская ввели большую организационную работу в помощь фронту. Ленин был исключительно скромен и прост в личной жизни. «Прост, как правда», — говорили о нем рабочие. Он был непримиримым врагом всякой волокиты. Петроград, Северохозяйство, Технокомитет. Объявляю вам строгий выговор за волокиту и неисполнение предложения научно-технического отдела ВИСНархоза доставить материалы Центральной научно-технической лаборатории военного ведомства. Требую немедленной выдачи материалов и всяческой помощи ускорений опытов. Известите об исполнении. Председатель Совнаркома Ленин. Ленин был непревзойденным пропагандистом. Обладая необычайной силой убеждения, он, как никто, умел разрешать самые сложные вопросы в личной беседе с людьми. В 1918 году СССР организовали покушение на Ленина. Они знали, что пуля, направленная их рукой в Ленина, это пуля в сердце революции. Железный организм Владимира Ильича перенес ранение и победил болезнь. Мы видим его на прогулке в первые дни после выздоровления. КОНЕЦ КОНЕЦ Вождь снова у руля пролетарской революции. Владимир Ильич Ленин был руководителем и основателем Третьего коммунистического интернационала. Ленин был пламенным трибуном. Иногда, казалось, вспоминал Горький, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами, и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды. Бенин умел работать в любой обстановке. Вот он готовится к выступлению, сидя на ступеньках трибуны. Владимир Ильич пользовался огромной любовью народа. Он не снисходил до масс, а всегда находил с ними общий язык. Он жил мыслями, чувствами народа. Обращаясь к массам, Ленин всегда раскрывал в каждом новом начинании советской власти его глубокое значение для народа. В речи на празднование всеобуча 25 мая 1919 года Ленин говорил, что самая прочная опора буржуазии падет, когда рабочие возьмут в свои руки винтовки, когда они начнут создавать свою армию, когда они начнут воспитывать солдат, которые будут защищать рабочих и крестьян, фабрики и заводы, чтобы помещики и капиталисты не могли вернуть своей власти. Окруженная со всех сторон, молодая республика мужественно отбивала нашествие врагов. Обороной страны руководил Ленин. Карта показывает связь Ленина с фронтами. В годы гражданской войны партия направляла в Красную Армию лучших своих представителей. Рунзе. Шилова и Буденного Для истории сохранилась речь Ленина о Красной Армии в подлинной записи. Слушайте Ленина. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть заря, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная Армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, знают, что близко полное его поражение. Это была поистине народная армия. Ленин говорил, что в первый раз в мире создана вооруженная сила, знающая, за что она борется. Армия рабочих и крестьян, ясно сознающих, что они защищают Советскую Социалистическую Республику. На полях сражений Красная Армия училась побеждать. Она освобождала область за область, город за городом. Одесса Астрахань Киев Интервенция и гражданская война нанесли молодой республике тяжелые раны, разруха. В развалины обращены фабрики и заводы. Голод. Но гражданская война окончена. Английские танки приспособлены для пахоты. Они все-таки пригодились советской власти. Всю свою титаническую энергию Ленин направил на восстановление народного хозяйства, на борьбу с голодом и разорением. Создавая план электрификации Гойл-Ро, Ленин мечтал о социалистическом преобразовании народного хозяйства России. Электрификация, говорил он, переродит Россию. Электрификация на почве советского строя создаст окончательную победу основ коммунизма в нашей стране. Крестьяне пригласили Владимира Ильича на открытие первой сельской электростанции в деревне Кашино под Москвой. При Ленине были начаты первые советские стройки. Так сооружался первенец электрификации страны Волхов стройки. Владимир Ильич непосредственно руководил работой по восстановлению промышленности. Оживали цеха. Был создан первый советский автомобиль. Ленин объезжал фабрики и заводы. Бывал всюду, сразу подхватывая все новое, что рождалось в недрах рабочего класса. Мы сдвинулись с места глыбу неслыханной тяжести, говорил Ильич. Глыбу косности, невежества. Мы начали колебать и разрушать самые закоренелые предрассудки. Мы видели, как бесконечно слабая советская власть на наших глазах, нашими усилиями окрепла и стала превращаться в бесконечно могучую всемирную силу. Каждый год советская страна отмечала день своего рождения. Этот праздник на Красной площади в Москве стал при Ленине народной традицией. «Мы никогда не забудем тех первых скромных праздников, которые видел Ильич». Осенью 1922 года Владимир Ильич Ленин, тяжело заболел. Вся партия, все трудящиеся переживали болезнь Ленина как свое большое горе. Во время болезни Владимир Ильич жил в горках под Москвой. И всегда рядом с ним была Надежда Константиновна Крупская, верный друг Ильича. КОНЕЦ Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков в своем обращении писал «Умер человек, под боевым водительством которого наша партия, окутанная пороховым дымом, властной рукой водрузила красное знамя октября по всей стране». «КОНЕЦ» Музыка Все, что есть в пролетариате, поистине великого и героического, бесстрашный ум, железная, несгибаемая, упорная, все преодолевающая воля, священная ненависть, ненависть до смерти к рабству и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный гений. Все это нашло свое великолепное воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира. Всю свою жизнь, от ее сознательного начала до последнего вздоха, «Товарищ Ленин отдал до конца рабочему классу. Ленин живет в душе каждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии есть частичка Ленина. Вся наша коммунистическая семья есть коллективное воплощение Ленина». Ленин живет в душе каждого члена партии. Ленин живет в сердце каждого честного рабочего. Ленин живет в сердце каждого крестьянина-бедняка. Ленин живет среди миллионов колониальных рабов. Вокруг нашего славного знамени собираются миллионы. Смерть нашего учителя, этот тяжелый удар, сплодит еще сильнее наши ряды. Никакие силы в мире не помешают нашей окончательной победе. «Эта победа будет самым лучшим памятником товарищу Ленину, тому, которого как лучшего друга массы звали своим Ильичем». «Эта победа будет самым лучшим памятником». КОНЕЦ 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 Прошли годы. Для нового поколения строителей коммунистического общества животворной силой стало учение великого Ленина – ленинизм. Как величайшие сокровища наша партия и народ хранят ленинское наследие в драгоценной странице ленинских рукописей. Без революционной теории не может быть и революционного движения, завещал Ленин. Этот завет стал священным законом для народов мира, борющихся за свое освобождение. И всюду на земном шаре, где народ борется и строит новую свободную жизнь, он идет по пути, указанному Лениному. В самые тяжелые годы, годы рождения советского государства, Владимир Ильич писал, «Действительной и единственной базой для создания социалистического общества является одна и только одна – это крупная промышленность. И этот завет Ленина притворен в жизнь программой великих работ под руководством коммунистической партии Советского Союза». Заглядывая в будущее, Ленин предсказывал, «Россию всю и промышленную, и земледельческую сделаем электрической. Ныне ленинский план электрификации нашей страны перевыполнен во много раз. Десятки гигантских электростанций дают сегодня энергию народному хозяйству Советского Союза. И каждый год вступают в строй все новые и новые станции». На заре советской власти, по настоянию Ленина, был издан первый декрет о развитии ирлигационных работ. На огромных пространствах от сибирских равнин до пустынь Средней Азии осуществляется этот ленинский замысел – преобразование природы человеком. Еще во мгле разрухи и голода Ленин намечал пути развития советской деревни. «Необходимо, – говорил он, – перейти к общей обработке земли в крупных образцовых хозяйствах. Владимир Ильич мечтал, если бы мы могли дать завтра сто тысяч первоклассных тракторов. Не сто тысяч, свыше миллиона тракторов, миллионы сельскохозяйственных машин получила наша колхозная деревня». Великая жизненная сила колхозного строя, заложенного Лениным, предстает перед нами на всенародных смотрах достижений социалистического сельского хозяйства. «Вот она, новая жизнь, социалистический труд, творчество свободных и сильных своей дружбой народов Советского Союза». Эту нерушимую дружбу и братский союз завещал партии и народу Ленин. «Ни одна партия не имела и не имеет такого авторитета среди народных масс, как партия, основанная великим Лениным. Сила коммунистической партии в ленинских принципах коллективного руководства, в неразрывной связи с народом, сила народа и его сплоченности вокруг партии». В самый трудный для молодой Советской Республики момент в 1919 году Ленин говорил, что рабочие и крестьяне отстаивают то дело, победа которого обеспечит им и их детям возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда. История показала великую мудрость предначертаний Владимира Ильича Ленина всю свою жизнь посвятившего служению народу. «Таким мы его знали, таким мы его помним, таким он будет жить в веках». Редактор субтитров А.Семкин»